Подработать во время каникулы и улучшить разговор на китайский хороший шанс для студентов-иностранцев. Службы экспресс-доставки Шанхай открывают новые вакансии, решая вопрос с нехваткой курьеров во время новогодних праздников. Китайские рабочие в эти дни уезжают на каникулы. С подробностями мои коллеги. Студентка из России Яна и испанец, проживающий в Китае много лет и даже называющий себя уже исключительно на китайский манер, Вэйн Лун сортирует посылки. Яна совсем недавно приехала в Шанхай из Уханя, где получает высшее образование. Я никогда раньше ничем подобным не занималась, просто стала интересно попробовать. Если мне понравится, то, может, даже и на постоянной основе останусь. Обязательно понравится, уверен Вэйн Лун. Он готов часами перечислять плюсы своей работы. Я очень хорошо город изучил, каждую улицу Шанхай знаю. Но больше всего мне нравится, что каждый день встречаешь много людей, очень много общаешься. Практика китайского действительно великолепная. Здравствуйте. Вы сейчас дома? Это служба доставки. Дома? Хорошо. А вот отношение местного населения к иностранным курьерам неоднозначное. Иностранец посылки носит. Это что-то новенькое. Только зачем ему это? Они же у китайцев рабочие места забирают. С другой стороны, в новогодние праздники у китайских курьеров выходные. Посылки некому разносить, кроме этих ребят. Они молодцы. Могли бы во время каникул гулять, а они работают. Это и доход, хоть и небольшой, и жизненный опыт. Новогодние праздники – самая горячая пора для иностранных курьеров. В день они разносят примерно по 20 посылок. В основном в центре Шанхая работают. В районах Хуанху, Дзинань, Чаннин и Кудун. Сейчас в шанхайских службах доставки уже 20 курьеров-иностранцев. Для большинства из них это временная подработка. Хотя никто не исключает, что в будущем свяжет свою жизнь с логистикой.